Накануне празднования Дня Победы состоялась презентация книги «Помним имена героев», выпущенная Государственной национальной библиотекой имени Халимат Байрамукова и Зеленчукским райкомом КПРФ. Издание посвящено 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне и рассказывает о людях Зеленчукского района, героически защищавших малую и большую родину. Ватима Даурова была в числе первых, кто ознакомился с книгой. Книга «Помним имена героев» в результат работы кропотливого труда не одного года. Здесь собраны уникальные материалы, обнажающие события военных лет, подкрепленные поисковой работой в наши дни. Очень тонко перекликается историческая правда с желанием авторов донести ее до современности. Подвиги земляков, оставшихся на полях сражений, умерших в госпиталях от полученных ран, пропавших без вести и вернувшихся с полей сражения. Первый раз мы взяли отдельный район, Зеленчукский район, где проходили во время Великой Отечественной войны бои за защиту перевалов Кавказа. Здесь необходимо сказать, что жители Зеленчукского района в годы войны проявили действительно героический подвиг. И вот мы решили сделать так, чтобы это стало достоянием. Для этого решили принять участие в выпуске книги. В совместности с депутатом парламента Крачаева Черкесской республики Чучаева Роза Абекировна было принято решение издать книгу «Помни имена героев». Зеленчукский райком КПРФ под руководством Розы Абекировны-Черчаевой ведет активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, в основе которой заложены принципы той страны, под красным знаменем которой была одержана победа в Великой Отечественной войне. Два года подряд было организовано масштабное восхождение на Марухский перевал в знак почести и дани погибшим солдатам Красной армии при обороне Кавказа. Постоянно проводятся контрольные выезды к памятникам и обелискам Отечественной войны для приведения их в порядок. Ведется активная поисковая работа по сбору информации про каждого земляка, участника военных действий. Ни один фронтовик не остается без внимания. И вся проделанная работа тоже нашла место на страницах новой книги о героях. Начало бессмертному подвигу наших земляков дал день 22-го 41-го года. Разве могла бы это солнечное утро Мукуяд Алисайна Пилярова из села Даусус, выйдя в 5 часов утра доить коров, подумать, что ее младший сын Хайса, капитан политрук роты пограничника Брестской крепости, уже сложил свою голову полчаса назад, отбивая первые атаки фашистов. А затем погибает второй сын Муса, третий Иса, четвертый Улут. Немного лежат на дну семью. У нас каждый ребенок знает все о наших героях. Все знает. Это огромную работу мы совместно проводим. С компартией, с Розой Аубикировной. Она действительно молодец. Это подарок нашему району. Она никогда не устает. В любое время, дня и ночи, позови, она придет. Она будет до утра сидеть, работать, но будет. Изюминкой презентации стало участие родственников героев книги. Сын, герой России, Салтан Хамида Биджиева. Александр специально приехал на презентацию, чтобы из своих уст поведать об отце. Айдемир Айдинов, правнук Сафара Кубанова, участника двух парадов побед, рассказал о своем прадеде и почитал стихи о войне. Поделился историей о подвиге деда Григория Дибижева, внук Дмитрий. Как внук я чувствую большую гордость за своего дедушку. И не только за дедушку, а за всех ветеранов, которые отдали свою жизнь. Самое дорогое. Это неоценимый вклад каждого. Не одного, а всей армии красной. Большая гордость и патриотизм за наших солдат, за нашу Родину. От имени Президиума Народного собрания Карачаева-Черкесии депутату Роза Чучаева наградила отдельных сотрудников библиотеки и представителей СМИ почетными грамотами за активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Завершилось мероприятие исполнением песен военных лет. И пока подпевает Катюша и Смуглянку, имена героев и их бесстрашные подвиги будут в памяти людской. Фатима Дурова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.